Теперь нам предстоит очень-очень, не побыть этого слова, ответственное и творческое мероприятие. Необходим. Кругляк 30 мм. Можно было бы немного меньше, но у меня есть 30-ка, соответственно, с ними будем делать. Я вам скажу, такая штука серьезная, прям как кастет. Можно брать различные органы для разборок с начальством и всякими чиновниками, которые не соблюдают нормы действующего законодательства. Шучу. Ни в коем случае к насилию не призываю. Точим. Теперь необходимо выточить конус. Сделать здесь такое нечто вроде закругления. Вот уж не думал, что недостаток жесткости имеет свои преимущества. Смотри, какой рисунок получился. Вот. Прикольно, прикольно. Вообще, в чем проблема, собственно? По-хорошему, нужно было бы поджать это все дело задней бабкой с центром вращающимся, но этого я сделать не могу. Конструкция станка такова, что если я установлю заднюю бабку... Сейчас покажу. Секунду. Вот. Так, стоп, стоп, стоп. Если я установлю заднюю бабку, то я не смогу маховичком работать. Вот станок заканчивается. Ну, такая конструкция, что поделать. Ничего страшного. Продолжаем. Сверлю отверстие диаметром 4 миллиметра. В отверстии нарезаю резьбу М5. Перевернул заготовку с задом наперед и теперь обтачиваю по необходимой длине. Отрезным резцом выполняю два надреза. Точнее, две канавки. Электромеханическую силу не задействую, поскольку мне вручную удобнее контролировать глубину реза. Вперед и с песней. Достаточно. В конце заготовки протачиваю выступ до диаметра 10 миллиметров. Ну, точнее, 9,6-9,7, как получится. Я вытачиваю конус. Пройдусь наждачкой. Вот такое изделие получилось. Симпатичное. Теперь потребуется вот такой отрезок вот такого крюляка. То есть та же 30-ка. Сейчас обточим. ДИНАМЕРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон» Сверлю сквозное отверстие, нарезаю резьбу М8 Закрутил в заготовку шпильку, поджал гайками, обточим До придания необходимой формы Все просто очень сильно ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон» ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Следующая задача перенести вот на эту часть рисунок Поскольку заготовка достаточно большая Придется разогревать ее на газовой плите А потом уже прикладывать рисунок Распечатанный на лазерном принтере Утюгом эту деталь не разогреть Уже пробовано, не получается Так, сейчас разогрею и продолжим Обязательно перчатки, ибо можно остаться без отпечатков пальцев Попалит напрочь Прикладываем и хорошенечко распрямляем Дабы не было воздуха и прочих... А-а-а! Гадостей Перегрел что ли? Походу поплыло все Остудил все это дело и размочил бумагу водицей Животворящей И аккуратненько удаляю бумагу Здесь главное не спешить Оп Замечательно Настойка перекиси водорода С добавлением лимонной кислоты и соли И травим Сейчас я вот так вот размещу И пусть травится Часика на полтора, на два Оставим После травления получилась вот такая вот деталь Вот такой вот рисунок Очень даже прикольно я вам скажу Теперь наша задача Припаять это вот сюда Я эту запчасть также протравил немного Дабы она получила цвет Примерно такой же как здесь Добавляйтесь составим получившийся декоративный элемент емкость располагаем вот так вот раствор аммиака он же нашатырный спирт и сразу же закрываем ибо запах просто невыносим оставляем на полчасика деталь нюхала нашатырный спирт целые сутки полчаса это очень мало теперь аккуратненько наждачкой тысячной а затем двухтысячной достаточно таким образом имеем два колеса и ствол пушки я думаю уже не имеет смысла скрывать что это будет вещь получилась старинная хотел сказать древнегреческая но не древнегреческая получилось очень даже ничего я вам скажу все благодарю за поддержку лайками и комментариями пишите свое мнение обязательно жму руку но посран пока